Добрый день, дорогие друзья! Давайте вместе сделаем обзор в моем социальном магазине мой любимый, не мой личный. Какие блюда! И цена у них такая приятная, да? 2 евро, но очень такие вот, как бы сказать, кто не очень любит, чтобы ярко было, тут цветочки какие-то. Вот, 4 евро, мне кажется, та первая лучше, чем эта, и дешевле стоит почему-то. Ну да, на вкус и цвет. Вообще много нового. Ну и старые, я заметила, что... Да и вы, наверное, заметите, кто у меня постоянно смотрит. Вот такая тарелочка интересная. Но она одна, и непонятно, что это, наверное, сервиз такой был. Вот эти мне нравятся. Такие вот, можно прям сервиз собрать. Большие, маленькие. Вот эта тарелочка с цветочками, она не одна, это из сервиза. Ну, у кого нет посуды, кто приехал, новенький, но всякие, могут пойти себе подобрать и сделать себе для начала жизни, выбрать что-то, да. Мы когда приезжали, мы тоже свою посуду не привозили, мы покупали, когда была возможность. Но про этот магазин мы тогда еще не знали. Смотрите, вот эти штучки всего 50 цент стоят, да. А это большое я не стала поднимать. Тоже наборчик хороший. Ну, вообще, вчера так душу отвела в этом магазине. Все посмотрела. Меня муж выгрузил и уехал. Вот эта тарелочка тоже интересная, 6,50. Она, по-моему, уже попадалась нам. Ее еще никто не купил. Дорого, наверное. Ну, красивая, да? Белая с синим, голубым всегда выигрышно смотрится. Вот эти мне уже показывал. Ну, вот 15 евро, такая тарелка. Это не тарелка, это блюдо или ваза, или... Ну, вот Эдельштейн. Ну, да. И эту я уже показывала вам. А вот эту верхнюю я не помню. Я столько смотрю, что разве всего помнишь. Вот это такая летняя тарелочка. Даже там пчелка летает. И эту пчелку заметила уже дома, когда стала сидеть. Это что, Винтерлинг был? И разглядывать, записывайте вместе с вами. Вот эта тоже вазочка очень симпатичная. Она такой вот ажурный фарфор, симпатичный. Но я что-то не помню, почему я не посмотрела. Марка, чья она? И вообще, может, она не чья? Без штемпля. Вот эта красивая. 15 евро стоит. Такой рельеф. Этот букет майсенский, да? Ну, чья это? Вы говорили, что... Видите, как плохо видно. Тут с этой стороны темновастенько, когда смотришь. Только красоту можно увидеть. А штемпель... Вот эта ваза давно... Блюдо давно лежит, но никто не берет. Хотя цветы очень красивые. Но цена 18,50. Мне тоже дорога. 18,50. Такая прям на цвет кремовая. Вкусная такая, да? Цвет вкусный. А тут наверху чего только нет. Ну вот, английская такая посуда. Тут супницы, тарелочки, вот сливочник. Или что это? Сливочник, по-моему, да? И тарелочки, и блюдо одно большое. Ну, в общем, я их не стала разбирать. Потому что очень неудобно. Вот такие кофейные кружечки. Это современные. Ну, я опять вернулась к этим английским. Конечно. А вот тут всякая мелочь. Кому что надо. Люди копаются, что-то ищут там. Ну, я решила вам тоже показать. Вот эти из керамики. Такие коробочки. Или как их называть для хранения, да? Тоже симпатичные. Но они так без маркировки. А тут стеклянных полно. Графинчиков, бутылочек и стекло. Ну, почему не... Вот графинчик для подсолнечного масла. Можно купить вот белая посуда. Ну, это такая, как сказать, она тяжелая. Два... Сколько она там стоит-то вся? Там цена стояла ведь. Ну, не видно. Чайники, заварники. Кому надо, пожалуйста. Вот этот стеклянный красиво. Вот этот подогреватель. Вот мясорубочка. Вон, яйцеварка, наверное, или что там была. Нет, для бутылочки. Птички эти мне понравились. Эти гусята. Они как будто что-то тут беседуют. Между собой. А тут этих солянок, перца для... Ну, в общем, полно. Я долго была там. А в конце мне уже надоело. Я уже с женщинами разговариваю. Уже не стала смотреть. Ну, вообще, прекрасно. Я там прямо отдыхаю. Такая там красота. Вот это моя тарелочка, которую я там нашла и купила. Чудесный рисуночек. Два евро, да? А, ну, да. А, я думаю, ладно, евро. Нет, два. Ага. А столько стекла. Вот я-то не поняла. Вот это современный. Если бы вот эти были не наклеены, вот эти красные и зеленые, я бы подумала, а что это Рима? Ну, это Рима Гляз современный, наверное. Ну, красивый. Но их всего четыре штучки было. Ну, я что-то засомневалась и поставила их назад. Они внизу в коробочке где-то. Вот такой сервис. Очень дешево. Там 12 евро или 15 евро. Вилочки, ножики. А, такой фу. А это вазочка такая. Стекла очень много. Ну, вот это тут дешевое стекло, да? А, креманочки такие. Немножко ракус съемки в конце. Вот она. Она мне тоже понравилась. Пока на место ставишь, чтобы ничего не разбить, не смотришь, куда камера направлена. Так бывает. О, правильно. А вот тут ящик стоял. Там и серебро, и вот мельхиор, это тяжелое. Или подсеребро. Но есть одна вещь, она серебряная была, которую я достал. Мне не просто не рыться, оттуда вытаскивать вот эта штучка. Видите, на ней даже 15 евро, на ней даже вот стоит эта... Ну, хорошие там кому... Кто увлекается, кто собирает, почему бы нет, да? Там подсвечник этот... А это, видите, 50, это мельхиор, наверное. Что-то так дорого. Вот подсвечник один такой бронзовый. Я ими не очень увлекаюсь. Но если мне попадется такой какой-нибудь канделябр хороший, который мне будет по душе, я, конечно, обязательно его куплю. Вот. Такая красота. Она тоже чувствуется сразу, что она тяжелая, когда вещь, или... Ну, надо смотреть маркировки. Вот это я вытащила, мне понравилась такой. Вазочка такая, как лебедь. Чего я ее не купила? Она интересная, да? Но если бы их две было, она одна была. Вазочка такая. Столько интересных там вещей. Вот эти подстаканники. И вот это тоже я не поняла. Это или нержавейка, или что-то. Оно... Они тяжеленькие, но они очень красивые. И не видать, что использованные вообще. Ну, положила назад стеклянные, хрустальные подстаканники. Ими же никто особо и не пользуется. Ну, вот я решила, ну, что я их буду покупать. Если я их так могу вам показать в магазине. Вот это дорогая. Наверное, 5 евро. Видите, дедуля сидит. Это бренд какой-то. Антиквариат, наверное. Ой, вот эти фужеры. Их... Так. Ну, вот эта сторона, она тут где вот подешевле. Конечно, тут выбрать что-то можно. Вот это мне с виноградом. Вот этот фужер понравился. Один всего стоял. Но я думаю, если бы я хорошо посмотрела, может быть, я бы еще что-нибудь нашла. В следующий раз поеду и специально займусь костеклом. Потому что я потом дома уже подумала, что там так много хороших вещей стеклянных. Вот эта роза до сих пор стоит. Еще одна стоит розовая вазочка. На этом я кончаю. Пока-пока, мои хорошие.